родителям быть очень спокойным и подготовить ребёнка к походу к стоматологу. Сказать, не нужно никогда говорить ребёнку, что тебе там ничего делать не нужно. Тебе там ничего делать не будут, я хотела сказать. Вы объясняете ребёнку, что мы записали к стоматологу, он посмотрит твой зуб и сам тебе всё расскажет, что нужно сделать, что с ним происходит сейчас, в данный момент. Ребёнок приходит, мы обычно всегда адаптируем вначале, выходим сразу в кабинет, никто ребёнка не затаскивает, тем более силой. Мы выходим, знакомимся с ним в коридоре, у нас ещё есть такие классные игрушки с зубами, мы вместе с ними выходим. И вместе с родителями как правило, заходим в кабинет, тоже сразу стараемся в кресло ребёнка ни в коем случае не садить. Можем поиграть, можем опять с нашими этими игрушками почистить зубы. Приглашаем ребёнка в кабинет, я иногда разрешаю посмотреть, что у нас находится. замечательные, красивые щёточки, резиночки. Дети обычно интересуются этим. Потихонечку садимся в кресло, включаем любимый мультик и не спеша приступаем к осмотру. Ваши и наши и других врачей детских сделать так, чтобы у ребёнка всё-таки он забыл про то, и возникнет вообще необходимость возможно экстренного лечения в условиях наркоза. Ваша цель – идти по пути наименьшего сопротивления. Прийти вначале, познакомиться. Потом, если вы нашли своего врача, здесь очень важный такой человеческий фактор, можно не сойти с реальным характером. У меня сколько было таких случаев, что на меня не реагируют, а на Машу, либо на Гулю, либо на Олю лучше реакция. То есть здесь вот этот, ну вот, короче, не доводите до каких-то осложнений, а постепенно найти...